Вы, наверное, не задумывались, что смена постельного белья – это ритуал, а ритуал, чтобы не навредить себе, нужно проводить правильно и в нужное время. Если правильно проводить этот ритуал, вы сможете привлечь в свой дом и удачу, и достаток, и благополучие, и счастье. Крепкий и здоровый сон необходим для организма, и для этого, конечно же, нужен правильный и удобный матрас, хорошая подушка, ну и, конечно же, чистое и своевременно помененное белье. В постели вы отдыхаете, набираете сил и положительной энергии, хотя во сне ваша энергетика наиболее уязвима. Многие из вас привыкли менять постельное белье, когда вам удобно, либо это делать в выходной, но это неправильно. Для этого есть определенные дни недели. Если вы будете следовать советам наших предков, казалось бы, в таком простом вопросе вы сможете привлечь в дом положительную энергетику и защититься от негатива. Итак, понедельник и вторник. На эти дни нет запретов по замене белья. Они считаются нейтральными, если у вас есть необходимость, или вы надумали сменить постельное белье, можете этим заняться. Хотя первый день недели считается тяжелым, и если есть возможность перенести на другой день, перенесите. Во вторник лучше займитесь домашними работами и уборкой. Далее среда. Среда считается хорошим днем для стирки. Можете отложить все свои хлопоты по дому и уделить внимание стирке белья. Даже если вы придете поздно домой, не отлаживайте на завтра. Далее четверки. Вы знаете, четверг с давних времен считается самым чистым днем, поэтому это один из самых благоприятных дней для смены белья. Белье нужно поменять утром в первой половине дня, так вы притянете положительную энергетику в свой дом. А когда вы будете менять белье, скажите следующие слова. Меняя белье в четверг, богатство удачу приносит мне этот день. Энергии светлой полон мой дом, впредь удачи и деньги живут только в нем. Делайте всегда так и вы увидите, как быстро у вас начнут происходить положительные изменения. А вот в пятницу не стирайте и не меняйте постельное белье. С вами произойдет множество мелких, но неприятных трудностей и ненужных проблем. Если вы будете менять или стирать белье в этот день, неприятности постоянно будут вас преследовать. Далее суббота. Суббота это лучший день для смены постельного белья, и он обеспечит вам финансовую стабильность. А если вы еще и будете убирать в этот день, то в вашем доме появится светлая энергетика, которая будет только накапливаться с каждым разом и притягивать счастье, удачу и благополучие в ваш дом. А если суббота совпадает с новолунием, это только укрепит семейное счастье и взаимопонимание в семье. Если вы решили постелить новый комплект, распаковать и сделать это лучше, тоже в субботу, так как это к удаче. Далее воскресенье. Воскресенье категорически запрещено менять постельное белье и стирать его. Вам после этого ритуала будут сниться кошмары на протяжении недели, сопровождая это все будет бессонницей, а любая работа в этот день перекроет положительные потоки в ваш дом, притягивая при этом негатив, неудачи и даже финансовые трудности. В церковные праздники к белью лучше вообще не прикасаться, так как обычно каждый такой праздник посвящен святому. И выполняя такие действия или работу, в общем можно обидеть его и лишиться покровительства. Лучше всего это сделать перед праздником, чтобы не было неприятностей. Постельное белье всегда должно быть выглашено, это притянет гармонию и равновесие в ваш дом. А мятое постельное белье притягивает негатив, плохое настроение, невзгоды и проблемы на работе. И вот такое отношение к спальному месту повлияет и на вашу жизнь. Друзья, понравилось видео ставьте лайк, в комментариях напишите, я привлекаю изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Кто спрашивал, как можно нас отблагодарить, поддержать нашу команду, друзья, вы благодарность можете выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Любая сумма, друзья, нам будет очень-очень приятно. А прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ.